Привет, я Максим Батырев и этот блог сборник историй из моего личного опыта. Говорят, только дураки учатся на своих ошибках. Было бы приятно узнать, что умные учатся на бизнес-историях комбата. Первый рабочий день в новой компании это всегда сложно. Это я говорю как человек, который чуть не потерял работу из-за факса. Это было в 2002 году. Попал в компанию случайно, не имея опыта. Пришел устраиваться сервисным инженером. Сотрудники службы персонала распознали во мне талант переговорщика, заверив, что всему научат. И вот он, первый рабочий день. Руководитель дает мне задание на выезд клиенту на другой конец Москвы. Переговоры, на мой взгляд, прошли замечательно. Меня выслушали, вежливо сказав, что, наверное, когда-нибудь моя информация пригодится. И отправили обратно. Вернулся я в офис. Руководитель мне с порога. Заполняй отчет. Через полчаса приходи сдавать. Какой отчет? Куда сдавать? Как заполнять? Мне эта ситуация не понравилась. А спросить я почему-то постеснялся. А потом, граем глаза, увидел, как похожий отчет заполняет мой коллега. И попросту сделал то же самое, что и он. Игнорируя те пункты в листе, которые не понимал. А пункты были разные. БДЖ, КМЭ, КГС. Ну, неважно. Приношу я этот отчет начальнику, а она мне говорит, а почему ты не выставил счет клиенту? Что мне ответить? Что мне никто не сказал о необходимости выставлять клиенту счет? И я впервые об этом слышу? Или, может быть, что я понятия не имею вообще, что такое счет? И как его выставлять? Один из матерых сотрудников помог мне с этим счетом. И вот я стою со свеженапечатанной бумажкой и мыслю, что снова не знаешь, что мне делать дальше. А мимо пробегает начальница со словами. Ну что, отправил счет? Так я его еще отправлять надо. Как отправить? Почта России? Нет, говорю, не отправил. Ну, вон, факт стоит, говорит. Иди быстренько отправь. А я даже факт в 2002 году не умел отправлять. Постоял три минуты над этой чудо-машиной, а потом собрался, оделся и поехал на другой конец Москвы отдавать клиенту этот счет в руки. Там, конечно, невероятно удивились, увидев меня второй раз за день. А еще больше удивились которые потеряли сотрудников в первый его рабочий день. Я получил нагоняй. И так как понимал, что это, скорее всего, последний мой рабочий день, смело признался, что я не знаю, как отправлять факс. Но задачу надо было выполнить. И я сделал, как смог. На что получил логичный ответ. А спросить, что сложно было? Я ответил, да. Потому что не привык, что каждый предоставлен самому себе. Не привык догадываться о тех или иных вещах. И что вообще мне неловко. Я помню вечер после первого дня работы. Я ехал в электричке, смотрел на пролетающие за окном деревья и думал, если я когда-нибудь стану руководителем, никогда не заставлю своих подчиненных чувствовать себя так, как пришлось сегодня мне. Растерянным, испуганным, неумным лохом. Хотите верьте, хотите нет. Я ни разу не нарушил это обещание. Как бы порой ни было сложно. Кстати, сейчас стало проще. Есть битрикс24 CRM. С ним в первый день в компании становится куда проще и для новичка, и для руководителя. В битрикс24 можно автоматизировать этапы воронки продаж, и CRM сама будет подсказывать менеджеру по продажам, какие действия совершить для перевода сделки на следующий этап. Задача менеджеров только вовремя закрывать счетчики уведомления и делать то, что там будет подсказывать CRM. Никаких стрессовых ситуаций. Я рассказываю только личные истории и советую то, чем пользуюсь сам. До встречи в следующем выпуске. Вы знаете, мне есть чем поделиться.